Добро пожаловать в программу «Эксчеллендж». Я Гай Шон. Как видите, в этом выпуске я вышел из студии, чтобы лично узнать о предложениях и перспективах в Дохе. Столица Катара – один из самых быстро растущих гостиничных рынков в мире. В нашей программе мы увидим, как Катар растилает красную дорожку для приема более миллиона гостей Чемпионата мира по футболу. К 2030 году здесь планируют привлекать уже 6 миллионов посетителей в год. Затем мы поговорим с руководителем одной из крупнейших в мире гостиничных сетей. Гендиректор группы «Аккор» Себастьян Базен излагает нам свое видение будущего сектора. Гостиничная индустрия в Катаре переживает настоящий бум. 220 миллиардов долларов, потраченных на инфраструктуру после успешной заявки на проведение Чемпионата мира по футболу в 2010 году, значительно стимулировали рост сектора. Рост интереса туристов способствует и географическое положение страны. По данным правительственного доклада, 80% населения мира находится от Катара в пределах шестичасового перелета. Это огромный задел на будущее для страны, которая надеется привлечь в свой футуристический город Лусаил, выстраданный к чемпионату до 6 миллионов туристов в год, к 2030. Специально к международному футбольному турниру здесь возведены 150 отелей, и они часть наследия, которое чемпионат оставит для принимающей страны. Среди новинок гостиница «Пульмон Доха Уэст Бэй», расположенная за моей спиной. Отель принадлежит международной группе «Акор». Он открылся в августе. Его 460 номеров и люксов готовы к приему гостей. В гостиничном секторе мира полным ходом идет восстановление спроса до уровня предшествовавшего пандемии, и «Акор» стремится этим воспользоваться. Я поговорил об этом с генеральным директором группы Себастьяном Базеном. «Акор» открывает по одному отелю в день по всему миру и будет продолжать это делать. Компания будет расти и дальше, заботясь о географической плотности своего присутствия и о доле рынка. «Акор» — крупнейшая гостиничная группа за пределами Америки и Китая, и я хочу, чтобы она сохраняла лидерство. Так что нам нужно оставаться дисциплинированными, заботиться о людях, которые работают в «Акор», быть уверенными в своих брендах и готовыми к, возможно, непростому времени. «Стремиться к росту, адаптируясь к вызовам и новым тенденциям» — девиз генерального директора группы «Акор». Еще один отель, принимающий вип-персон в дни чемпионата, — Ридс Карлтон Доха. Это роскошный комплекс, 374 номера и люкса. Он заботится о гостях Катара уже 20 лет. «Каково это — управлять таким престижным отелем?» — рассказывает Лайла Хумайра. Нам позволили заглянуть внутрь этого роскошного, отмеченного наградами отеля, а также узнать, как обеспечить в нем чувство дома вип-персонам. Давайте посмотрим. Отель «Ридс Карлтон Доха» знает, как произвести сильное, неизгладимое впечатление. Команда преданных своему делу управленцев и обслуживающих гостей персонал гарантирует, что в отеле все работает как хорошо отлаженный механизм. Но вот в здешнем гостеприимстве нет ничего механического. У роля отеля стоит Карла Джавахия. Секрет его гостеприимства и прост и сложен одновременно. «Все дело в человеческом отношении, все дело в личностях, создании атмосферы, радушия. И это должно быть совершенно естественным. Наш бренд — это не только сделки. Мы стремимся к выстраиванию реальных отношений, когда наш гость чувствует, что о нем заботится с момента регистрации до момента выезда, что естественно можно обсудить свои проблемы, попросить о помощи и так ощущать комфорт». Пандемия лишила мировой гостиничный сектор свыше 130 миллиардов долларов дохода. Но после локдаунов спрос в Ридс как никогда высок. Карл и его команда считают, отелю следует готовиться к плотному графику работы и после окончания чемпионата. «Мы с большим оптимизмом смотрим на те события, которые Катар будет проводить у себя в будущем. Наш отель определенно является одним из самых востребованных». Тропический бассейн — спа-центр или просто радушный прием? Руководители отелей по всему миру знают, что искусство делать людей счастливыми еще никогда не играло столь значимой роли в их бизнесе. Когда Катар выиграл заявку на проведение чемпионата в 2010 году, большая часть городской площади Лусаила, где я сейчас стою, еще не была отстроена. Сегодня здесь размещаются роскошные отели, торговый центр в миллион квадратных метров, трасса Формулы-1 и стадион, на котором пройдет финальный матч. Я поговорил с доктором Джеремайсом Кэтнером, старшим советником группы «Инстрат», расположенной в Катаре, независимой исследовательской и консультационной платформы. Как будет выглядеть турсектор в ближайшие годы? Мы не должны забывать, что чемпионат мира — это лишь один из пунктов в длинной истории Катара, как центра спорта, мегасобытий, всевозможных культурных проектов и мероприятий, что делает его сегодня привлекательным турнаправлением. Развитие идет согласно принятой Катаром стратегии позиционирования страны как культурного центра и туристического направления. По данным Economic Intelligence Unit, в 2022 экономика Катара вырастет на 5,5%. Это замечательно, учитывая сокращающиеся показатели в других странах мира. Одна немецкая газета совсем недавно написала по случаю визита канцлера Шольца в ДОХУ, «Те, кто игнорирует Катар, проиграют. Не исключаю, что они правы». Прогноз доктора Кэтнера вдохновляет. Настало время для нашей постоянной рубрики «Бизнес за 60 секунд». Запускается секундомер. Евростат публикует данные по уровню потребительского доверия за ноябрь. Высокие цены на энергоносители доверяют инфляцию в Европе до двузначных цифр. Это вызвало снижение доверия потребителей, так как все больше домохозяйств обеспокоены своим финансовым положением в зимние месяцы и в новом году. Энергокризис в Европе оказывает влияние на экономическую активность в Германии. Страна озвучивает окончательные данные по ВВП за третий квартал. Германия понизила прогноз роста на этот год с 2,7% до 1,5% и ждет сокращения экономики в следующем году. Компания Target публикует результаты за третий квартал. Американский гигант розничной торговли распродавал избыточные запасы в преддверии праздника. Это привело к снижению прибыли. Но Target сохраняет свои прогнозы и на оставшуюся часть года надеясь, что напряженный рождественский сезон поправит показатели. Итак, после тяжелого периода в гостиничный сектор снова вернулся оптимизм. Рост набирает обороты. Экономическая неопределенность еще сохраняется, но этот устойчивый сектор, с занятыми в нем профессионалами, готов решать проблемы с энергией, инновациями и амбициями. На этом наша программа, выходящая отсюда из отеля JW Marriott в Дохе, завершается. Спасибо, что смотрели нас. Все последние деловые новости вы найдете на сайте euronews.com. До встречи в следующих выпусках программы.